Девушки отдыхают Даша, что случилось? Нападение на школу? Контрольная? Да нет же, мы совсем забыли. Сегодня день учителя. Мы обязательно должны устроить учителям праздник. Вечеринка? Обожаю вечеринки! Не просто вечеринка, а лучшее в истории. Идеальная вечеринка для идеальных учителей. Но они же совсем скоро вернутся из Совета Волшебников. Как мы все успеем организовать? Успеем, если возьмемся за дело все вместе. Кощей любит красный цвет. Профессор синий, а Марлен желтый. Но гирлянды есть только зеленые. Значит, тебе нужно свежее цветное заклинание. Держи, произнеси три раза подряд, и гирлянды начнут переливаться всеми цветами радуги. Волшебно! Шахматы! Отлично придумано! Кощей Кощеич и профессор их просто обожают. Точно, каждый вечер в них играет. И правда. Но ведь сегодняшний вечер не должен быть каждым. Он особенный. А я знаю! Трехдосочные шахматы-перебежчики. Изобретение семивершинских мудрецов. Ну, конечно. Это то, что нужно для идеальной вечеринки. Так, нам понадобится больше шахматных досок. Пахнет просто восхитительно. Это кокосовое печенье. Точно. Кощей Кощеич от него просто без ума. Ага. И постоянно его ест. У него даже в ящике стала коробка припрятана. Таким его не удивить. А что, если испечь кокосовый пирог? Пирога в столе у него точно нет? И правда нет. А давай сделаем пирог в форме школы. Или у него башенки отвалятся. Медово-капризичный сироп. Самые липкие на свете. С ним любые башенки устоят. Идеально. Никак не могу понять. Какие шапочки больше подойдут ко дню учителя? Дай-ка подумать. А что если... Профессорские шапочки! Ну, конечно! Это просто идеально. Надеюсь, учителям тоже понравится. Скрипки. Арфа. Контрабас. Всё как любит Кощей Кощеич. Хотя... Марлен больше любит трубу и флейту. Тогда соберём целый оркестр. Начнём с флейты. А это ещё что такое? Камертон радости. Стукните по камертону, чтобы создать отличное настроение. Теперь, даже если что-то пойдёт не так с камертоном радости, вечеринка всё равно будет идеальной. Ну куда? Ну как же репетиция? Кокосовые башенки. Это землетрясение? Это камертон радости. Но с ним кажется что-то не так. Держи коней-перебежчиков! Шапочки! Шапочки, ловите! Эти гирлянды оказались перелётными! От меня не улетят! Надо остановить этот камертон. Но! Немедленно прекрати! Ну вот, вечеринка испорчена. И всё из-за меня. Даша, если бы не ты, никто бы и не вспомнил про День Учителя. И у нас есть ещё немного времени, чтобы всё исправить. Вы думаете? Конечно! Ладно, тогда за дело. Ого, это то, о чём я думаю? Как красиво! Позвольте, я отгадаю. Наши ученики решили устроить нам вечеринку в честь Дня Учителя. Поздравляем! Поздравляем! Камертон радости? Давно собирался его починить, но никак не мог найти. А что он делает на нашей прекрасной вечеринке? Я хотела, чтобы праздник всем точно понравился. Но камертон оказался сломанным. Шахматы разбежались, а шапочки улетели. Остались только шашки. Даша, для нас главное, что вы решили нас поздравить. И не важно, шахматами, шапочками или шашками. По-моему, так всё просто замечательно. Вспоминай снежной зимой, вспоминай нежной весной. Летом, осенью вспоминай, о друзьях не забывай. Вспоминай снежной зимой, вспоминай нежной весной. Летом, осенью вспоминай, о друзьях не забывай. Незаметно мир остановится, мечта заветная вдруг исполнится И голос ласковый позовет туда, где не был ты никогда Наверное, так сложилась история, я улечу в края нестыковые Но буду воспоминать Но буду воспоминать Но буду воспоминать Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! А Царевнам ни минуты не сидится Мы все играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашают Царевны Уборка с Егоркой Может, как-то починить? Не получится, я уже пробовала А давай новую шкатулку купим Не надо мне новую Мне эта нужна Мне ее мама подарила Вот зачем эта Варька вырвала шкатулку у меня из рук? Хоть бы прощения попросила Еще говорит, что я во всем виновата Ну не плачь Да ну ее, эту Варьку Не расстраивайся А чего ты грустишь? Ой, здравствуйте А вы кто? Ха-ха-ха Я улыбка кладовой Слышала про меня Простите Меня нарисовала Елена Прекрасная Подумаешь Я рисую не хуже Аленки Опа Ну-ну-ну Во мне сто лет ничего не менялось Сто лет? Постойте, постойте Так вас что? Аленкина бабушка нарисовала? Конечно бабушка Но я помню ее совсем маленькой девочкой Боже, как бежит время А ты что здесь делаешь? Что-то случилось? Ничего у меня не случилось Я просто уборку делать пришла Вон пыли сколько везде Соню бросай мне Василиса, лови Хочешь к ним? Еще чего Вот уберу здесь все И одна пойду гулять Ну хорошо Я помогу тебе сделать уборку А дальше посмотрим Егорка Уборка, уборка Перейди на Егорку Ой, погоди У меня конфета была Егорка не ест сладкое Он питается пылью Ой, стой Это несъедомно На Егорка, лови меня Ну как же так? Это не я А кто же? Он сам мне под ноги залез Вот и сломался В следующий раз будет смотреть куда Варя Разве тебе его не жалко? Ты не права Егорка Егорка Вечно я все ломаю Прости меня, пожалуйста Может, тебе стоит и у Василисы прощения попросить? Аленка, лови! Давай, мне кидайте, мне! Теперь я кидаю Оп Опа Василиса Я хотела тебе сказать Ну, в общем Это Я не хотела, чтобы вот так вот Извини меня, пожалуйста Вот и еще кто такой Шкатулка! Он ее съел! Егорка! Моя шкатулка! Остановись! Отдай! Стой! Отдай нашу шкатулку! Отдай шкатулку! Ой, Егорка! Держите его крепче! Зачем ты ее взял? Смотрите, что это? Шкатулка! Он починил ее! Как новенькая! Ты умница! Спасибо тебе, Егорка! Ура! Ура! Берись, берись, берись И больше не дерись А если будешь драться, я буду кусаться А кусаться нам нельзя Потому что мы друзья Ах, дружба Это лучшее, что есть на свете И если бы я могла смахнуть слезу То смахнула бы обязательно Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! О Царевном Ни минуты не сидится И мы все играть и веселиться Не случайно И тебя в свой мир волшебный Приглашают Царевны Недостающий элемент Интересно Куда это он? Спасибо, Арчи Ну, будем надеяться, что на этот раз Это и есть недостающий элемент Простите, было открыто Как интересно А что вы тут делаете? Сейчас увидишь Чтоб укрепить авторитет Ищу уживительный рецепт Вы же все тут волшебники А я только супы и салаты делаю Вот оживлю розу И стану волшебницей Ого, а почему именно оживление? Может попробуете волшебство попроще? Ради цветов я готова на любые сложности Опять не получилось Неужели только кухня моет делу? Хе-хе-хе Она захочет помочь Сове? Как думаешь? Не знаю Улыбка кладовой Здравствуйте! И где она? Слушай, я вообще-то не понимаю Но оживим мы для нее розу И что? Сова же обрадуется Она подумает, что ей удалось хотя бы один раз Побыть волшебницей Девочки, здравствуйте! Ой, вы здесь, как здорово! Здесь, здесь Куда же я денусь? Просто вздремнула немного Ну, рассказывайте Зачем пожаловали? Ну что ж Я, пожалуй, смогу вам помочь И нам! Сове! Хорошо, хорошо Я поняла Кто из вас будет волшебницей? Я! Я! Можно? Можно! Алена Когда ты посмотришь на что-нибудь И улыбнешься То этот предмет оживет Но запомни Моя улыбка действует только один раз Ой, зажмурься быстрее Чтобы случайную улыбку не истратить Спасибо вам большое Аленка, что ты наделала? Да перестань ты уже притворяться Я по-настоящему не улыбалась Честно Я только хмыкнула Смешно уже Мяу Смешно? А что же теперь делать? Ой Нужно как-то помочь профессору Не пройдите Профессор, остановитесь! Это не я! Это кресло! Спрыгивайте! Профессор, гоните его на меня! Мяу! Мяу! Вот так! Как вы его! Настоящий укротитель стульев! Ха-ха-ха! Спасибо! И что же с ним случилось? Профессор, у вас есть версия? У нас, у нас есть версия! Это сова научилась и оживила кресло! Она еще не такое умеет! Она даже засохшую розу оживить может! Сова? Да! Я хотел бы посмотреть на это! Пойдемте, профессор! И зачем ты все это сказала? Я хотела, чтобы они думали, что сова волшебница! Ну, почему же ничего не получается? Ничего не получается! О, как хорошо, что мы вас тут встретили! Мы слышали, что вы... Понимаете? По-другой имели в виду! Дело в том, что... Девочки, подождите, пожалуйста! Приятный сюрприз, что в школе обнаружилась еще одна волшебница! Просим вас, покажите, пожалуйста, как вы оживляете цветы! Что вы! Я просто скромный школьный повар! Жаль, жаль! С оживлением розы было бы здорово! Для такой должности то, что нужно! Но вот что интересно! С креслом ведь у нее получилось! А я подозреваю, что это проделки девочек! Нет, профессор! Оживление предметов – это программа четвертого года обучения! Бесспорно, именно сова пробовала свои способности! Не припомню там никакой совы! В такой самотохе вы могли ее и не заметить! А сова... Сова просто смущается! Это элементарное смущение новичка! Мы должны поговорить с ней еще раз! Простите нас, пожалуйста! Мы не думали, что так выйдет! Я никуда не гожусь совсем! Слеза! Недостающий элемент! Получилось! Как красиво! Я же говорил! Ну что же вы скромничали! Браво, браво! Ну что вы! Мы тут подумали, не согласились бы вы возглавить... Волшебный оранжерей! Ух ты! Здорово! Оранжерей! Ура! А кресла все-таки больше не оживляйте! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Рыцарь Ордена Заколки Эх, и никто не вспомнит! И никто не поздравит! Ох-хо-хо! Под моим, можно сказать, руководством! Вот! Эх, но девочки все делали сами! Эх, прекрасные тюльпаны! И на какое место в конкурсе мы рассчитываем? Кощей Кощеич, ну это же очевидно! Первое, конечно! Да? Хм... Мы еще ни разу не занимали первое место! Конечно! Потому что ни разу не участвовали! Действительно! Ну что же, первое не первое, а цветы выглядят замечательно! Выношу благодарность наставнице! Эх, ну что вы, что вы! Они сами, сами! Почта, что ли? Надо же! Открытка поздравительная! От кого бы это? Дорогая ты наша! Вот герматей! Дорогая! Дорогая надо! Учит и хочет! Поздравляем нашу любимую старушку с днем рождения! Что? Так это ты писала? Ага! Вот значит как! Мне всего 280 лет! А я, находит, уже и старуха у тебя! У-у-у! Собери свою открытку! Ой, девочки! Вдруг мы и впрямь возьмем первое место! А я думаю, Марлен нас просто подбадривала! Это же конкурс цветов среди всех школ волшебства! Хм! Неужели вам в самом деле важно, какое место мы займем? Конечно! Да цветы вообще для другого! Для чего же? Чтобы рыцари дарили их прекрасным дамам! Хм! Какие еще рыцари? Ты книжек начитала, что ли? Хотя бы и книжек! А что плохого? Красиво же! Да, вот учились бы с нами мальчики! Ой, мальчики! Мне братья ни разу цветка не подарили! Да, рыцари теперь только в книжках остались! Жалко! Девочки, смотрите! Рыцарь? Как это? Варя, это ты наколдовала рыцаря? Чтобы подшутить надо мной, да? Ничего я не колдовала! Ага, так я тебе и поверила! Ну и пожалуйста! Девочки, не ссорьтесь! Он идет к нашим цветам! Так, он хочет подарить их... Девочки, ну при чем здесь я? Наши цветы, бежим! Не успели! Как же это... Сорвал и исчез! Что же получается? Цветы он не для меня сорвал? Шшш! Слышите? Что-то лязгает! Это он! А... А откуда здесь испушка? Ах! Это она их сорвала! Рыцарь спасает наши цветы! Ах! Арчи! Так, все понятно! Он подслушал наш разговор и залез в рыцаря! Даша, но он же хотел сделать нам приятно! Да! А то, что у нас конкурс, об этом он не подумал? Вот это да! Арчи! 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 Наши цветы спасены! Арчи, ты молодец! Ты настоящий рыцарь! За это мы, царевна Демногорья, жалуем тебя орденом этой... Как ее? Заколки! Ура! Ура! Арчи, у кого есть заколка? Зачем? Ну, вместо ордена! Вообще-то, орден – это почетное сообщество, так что заколка не обязательно! Нет, для нашего ордена – обязательно! Спасибо, Арчи! Арчи, ты молодец! Девочки, смотрите! Эта избушка потеряла! У Бабы Яги сегодня день рождения! Выходит, избушка хотела ей подарок сделать? Я погорячилась так маленько! Так что... Спасибо тебе за поздравление! Мы вот тут решили... С днём рождения! Э-э-э! Не пугайтесь! Это рыцарь ордена заколки! Мы с ним вместе вас поздравляем! С днём рождения! Вот спасибо, так спасибо! А у меня, как назло, в доме хоть шаром покати! И угостить вас нечем! Но сейчас мы быстренько суп из пиялок соорудим! А-а-а! Вы же любите суп из пиялок? И таким образом угол А, Б, С будет равен углу Ц, А, Б. Вот, собственно, и всё доказательство этой теоремы. Всё понятно? Всё понятно! Прекрасно! А скажите, суп из пиялок вам понравился? Нет, мне просто любопытно. У неё пирожные были, эклеры всякие, корзиночки. А мне торт Наполеон очень понравился. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Девочки, завтра в нашей школе состоится конкурс волшебных талантов. Уверен, что кто-то из вас сможет побороться за главный плюс. Ура! Девочки, здорово! Интересно, а где будет проходить финал конкурса? Где бы он ни проходил, я пришлю тебе открытку. Вы бы сначала победили, а потом планы строили. На время соревнований мы соперницы. Так что, если кто-то забудет заклинание, я подсказывать не стану. Ой, да нужны мне твои подсказки. Девочки, а мне сегодня ночью песня приснилась. Может быть, вместе споём? Каждый сам за себя. Уникальный акробатический талант! Спешите видеть только сегодня номер с мечами! А я на конкурсе блесной эрудицией. Отвечу на любой вопрос из волшебной энциклопедии. Ну что же, начнём обучение. А я удивлю всех своим нарядом. Ну-ка, волшебные иголочки, за работу! Отраженье. Раз, два, три! Я снаружи, вы внутри! Ура! Получилось! Будем петь песню! Что? Вы не вспомнили про главный талант Девногорья? После моего подарка в школе ни одно заклинание работать не будет. Хе-хе-хе. Тогда-то и появится гвоздь программы. Лега на метле. Прекрасная музыка. Это Алёнка занимается. А это ещё что? Плачет кто-то? Может, Зова в трубе застряла? Да нет, это она инструменты настраивает. Не удивляйтесь, профессор. Репетиция. Все! Хватит! 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 Не согласны с автором? Скорее, ещё не нашла с книгой общий язык. Мы так не договаривались. Не переживайте, профессор. Работа кипит. А ну стой, стой! Кому говорю? Спасите. Помогите! Варя, держись! Помогите! Что случилось? Девочки, что-то происходит. У меня заклинаниями вообще ужас. У меня тоже. И у меня. На самом деле, мы все не справляемся. А кто сказал, каждый сам за себя? Мы все сказали. Да, и волшебство не работает. И что же делать? От меня даже корона убежала. Корона, вернись на место. Держи, Василиса. Девочки, я придумала. Будем выступать без волшебства. Просто поможем друг другу. Номер с мечами. Ого, выкрутились. Спасибо, девочки. Какого цвета шапочка у красной шапочки? Все, надоело. Мой выход. Вопрос с подвохом. С тех пор, как в моду вошел синий цвет, девочка, известная как красная шапочка, носит синюю шапочку. Что, не ждали? Самый крутой номер Дивногорья. Метелка? Да что метелка? Метелка? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Иго-го! Что это было? Это был юмористический номер с лошадкой. Девочки, продолжайте. Спасибо, девочки. Эх, я же сама выключила все волшебство в школе. А ты подсказать не могла. А-а-а-а! А-а-а-а-а! Ты мечтаешь о других берегах. Я читаю о драконах и царевах. Может, разные, но вместе всегда. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Мы построим этот замок хрустальный. В руке твоей моя рука. Не знаю, будет. Лето, круглый год, и яркий в красах хоровод. Когда с тобою твои друзья, нам друг без друга просто нельзя. Лето, круглый год, и яркий в красах хоровод. Впервые вижу, чтобы на таком конкурсе выступали без волшебства. Нам друг без друга просто нельзя. Вы покорили нас самым главным талантом – быть дружными. Поэтому на финал отправляются все царевны. Ура! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Девушки отдыхают Пусти замок, пусти за порог. Пришел черед для взрослых забот. У нас в школе есть секретная комната! Да. Там хранятся важные документы. Если они перепутаются, то начнется жуткая неразбериха. Вместо волшебных палочек нам пришлют кукурузные, а вместо каникул начнутся контрольные. Поэтому входить сюда можно только взрослым. Надо же! Я-то думала, что знаю все комнаты в школе. Не забудьте палить цветы в малое оранжерее! Так у нас еще и малое есть! Есть. Но детям туда нельзя. Сплошное детям нельзя. А ведь там, наверное, столько всего интересного. В оранжерее редкие растения, а в картотеке древние заклинания. Вот бы скорее повзрослеть. Надо, кстати, повторить глаголы. И-го-го, и-го-го. Все-таки жаль, что Марлен не едет с нами на курсы по единорожескому языку. Да, но ведь Марлен помощник директора. И на замену ей нужен взрослый волшебник. А откуда его взять? Я... Я могу стать помощницей директора. Или хотя бы помощницей-помощницей. Об этом не может быть и речи. Точнее, не могло бы быть речи, если бы Даша не была такой ответственной. Думаю, она справится. Конечно, справишься. У заместителя не так уж и много обязанностей. Вот краткий список. Значок помощника директора. Ключ от малой оранжереи. Там нужно полить цветы. При этом не дай убежать у бегонии. В картотеке забирай созревшие письма. За ними прискачет почтальон. Ну и следи за детьми. Раз уж ты сегодня за старшую. А если что-то пойдет не так, просто сними значок. И я сразу приду на помощь. Помощь не понадобится. Добрый день. Сегодня вас поливает новый взрослый волшебник. Надеюсь, мы останемся довольны друг другом. До чего же взрослый быть весело и просто. До чего же взрослый быть весело и просто. До чего же взрослый быть весело и просто. А, вы заместитель директора? Да. А вы улыбка кладовой? Нет, нет. Я вздох к картотеке. У нас тут, знаете ли, не до улыбок. У нас все серьезно. Письма, счета, отчеты. Это все вам на подпись. Подождите. А где же таинственные заклинания и древние пророчества и... Я так хотела посмотреть секретные энциклопедии. Мне уже можно. Я взрослая. Ах, тут такого нет. Самое интересное, что могу предложить, инструкция к чайнику. Хотите? Отчет по оценкам. Отчет по кастрюлям. Отчет по отчетам. Невероятная удача! Нам прислали приглашение на единственный концерт птицы поюн в северном полушарии. В ответном письме нужно обязательно указать всех, кто поедет. На концерт поедут Варя, Соня, Вас, Каливан. Убегония! Сбежала все-таки. И как Марлен с ней справляется? Где-то я здесь видела инструкцию. В случае побега у бегонии полейте ее антиворостином из красного флакона. Сама ошиблась, сама исправила. Как взрослая. А в документах вообще ничего не напутала. Еле успела отдать письма почтальону. Жаль, что на концерт едут не все. Я бы тоже с удовольствием послушала птицу поюн. Ах, я же не дописала письмо. И здесь напутала никудышная из меня помощница. Сапоги-скороходы! Даша, Даша! У нас воздушный змей улетел! Помоги, пожалуйста! Сонечка, мне сейчас правда очень некогда. Да ладно, сами справимся. Собьем его молнией. Кто помнит заклинание? Ого! Какая быстрая у нас почта! Уважаемый почтальон, подождите! Мне очень нужно дописать письмо! Теперь на концерт поедут все. Ой, можно передохнуть. Кто-нибудь, спасите! Мы хотели вернуть воздушного змея. Но все произошло слишком молниеносно. Нам же нельзя никаких заклинаний. Даша, выручай! Ты же помощница директора! А я... Я... Я совсем не знаю, что делать. Ой, как же трудно быть взрослой. Марлен, нужна помощь. Пожалуйста. Гром и молния потише! Уходите с нашей крыши! Простите меня, я все напутала и ни с чем не справилась. Ну что ты, Дашенька, ты мне очень помогла. Ты отличная помощница директора. Хотя я знаю, как нелегко справляться с нашим классом, даже взрослым. Вообще-то, мне не очень понравилось становиться взрослой за один день. Уже лучше я постепенно вырасту. А сейчас... Можно я просто поиграю с ребятами? Ну, конечно. За мной! Вперед! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! О царевном ни минуты не сидится. Им бы все играть и веселиться. Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашают царевны. Письмо Даша, постарайся не смотреть вниз. Василиса, приседай перед прыжком. Я в порядке. Просто двор перед глазами кружится. Соня, дыши глубже и бежать будет легче. Профессор, ну зачем нам эти дополнительные уроки физкультуры? Может, лучше позанимаемся волшебством? Девочки, с волшебством у вас и так все замечательно. А вот спортивные результаты надо бы подтянуть. Помните, как вы устали на нашей прогулке к хохочущим горам? Было не до смеха. Профессор, уверяю, мы в отличной форме. Ай! Отдыхаем и пробуем снова. Между прочим, я отлично прыгаю, когда превращаюсь в лягушку. И зачем бежать самому, если есть сапоги и скороходы? А равновесие. Как будто я собираюсь каждый день разгуливать по бревнам. И вообще, на прогулке лучше летать на ковре самолете. Лучше бы этой физкультуры вообще не было. А это идея. Давайте напишем волшебный совет. Это же они составляют школьную программу. Вот пусть и уберут из нее все лишнее. С ними, профессор, спорить не будет. Уважаемый волшебный совет, мы ученицы Дарья, Софья и Василиса считаем, что волшебницам незачем бегать, прыгать и ходить по бревнам. И просим вас отменить такой устаревший предмет, как физкультура. Беличий экспресс прибежит только на следующих выходных. Лучше отнесем письмо к почтовому дубу сами. Мы точно правильно идем? Идем точно по карте. Почтовый дуб сразу за скрипучей чащей. А это точно она. Ой, отменять физкультуру даже сложнее, чем ею заниматься. Зато письмо мы несем один раз, а физкультура у нас постоянно. Кажется, нам туда. Что это? Ой, такой малюсенький. Это мухоморы-прыгуны? Самые древние на свете. Я давно мечтала их изучить, но Кощей Кощеич запретил ходить в грибной заповедник. И правильно сделан. Таких лучше по картинкам изучать. А как они выбрались из заповедника? Это не мухоморы выбрались из заповедника. Это мы в него забрались. А мухоморы-прыгуны не любят гостей. Гости могут наступить на грибы, но мы-то ни на кого не наступали. Вроде бы. Только не прикасайтесь к ним, а то потом всю неделю будете чесаться. Чесаться? Стой, забри! Отворот-поворот! Там, где живут мухоморы-прыгуны, наше волшебство не работает, потому-то их и держат в особом заповеднике. А что же нам делать? Бежать! Сейчас бы сапоги-скороходы. Вспомни совет профессора, дыши глубже. Фу! Фу! С той стороны тоже есть дверь. На этой полянке всё наоборот. Грибы почему-то бегают за людьми. А тропинка почему-то мягкая. Это не тропинка, это болото. Дальше нам не пройти. Смотрите, почтовый дуб! Пойдём по бревну, только очень осторожно. Надо было захватить с собой ковер-самолёт. Мне не справиться с этим болото-трясением. Справишься, если не будешь смотреть под ноги, как профессор говорил. Смотри на нас! Я как будто иду по твёрдой земле. Так ты по ней и идёшь. Добрались! Девочки, выход! Ничего. Главное, от мухоморов убежали. А они об этом знают? Помните, к ним нельзя прикасаться. Сделаем, как советовал профессор. Присядем перед прыжком. Перед прыжком куда? Сюда! Я так высоко ещё не прыгала, даже когда в лягушку превращалась. Это всё физкультура. Да, без советов профессора у нас бы уже всё чесалось. А так у меня только руки чешутся. поменять кое-что в письме. Простите, девочки. Это, наверное, я забыл закрыть, когда проводил тут экскурсию для Грюнвальда. Скажите, если не секрет, а что же такое срочно было в вашем письме, что вы даже не дождались Беличева экспресса? Никакого секрета, профессор. Мы его наизусть помним. Просим, уважаемый совет, выразить благодарность нашему профессору. который заставляет нас бегать, прыгать и ходить по брёвнам, как бы мы не капризничали. Его советы спасли нас от мухоморов-прыгунов. Ха-ха-ха. Спасибо, девочки. Всегда приятно получить похвалу от учеников. Кстати, не забудьте, следующая тренировка завтра утром. Скорее бы. Ура! Мы готовы. Привет! Мы Царевны. Подписывайся на наш канал. Великанская морковка. В 33 раза крупнее обычной. С такой морковкой мы точно возьмём главный приз на волшебной ярмарке. Лучший фермерский продукт года! Сейчас я вытащу самую большую. Глядите. Такой морковкой и гномика не накормить. Если бы был конкурс «Худший фермерский продукт года», там бы точно выиграли. Ну как же так вышло? Мы же всё делали по методу великанов-садоводов. А ярмарка уже завтра. Нам ни за что не успеть вырастить новую морковку. Главное, не вешать нос. Мой папа говорит, даже из кислых ягод можно сделать варенье. Но у нас из ягод только морковка. Это такая мудроземская поговорка. Она означает, что даже трудную ситуацию можно повернуть себе на пользу. Так, так, так. Раз у нас только день, посадим то, что за этот день успеет вырасти. Капризику. Даша, ты что? Вырастить капризику по силам только профессорам ботаники. Она же жутко капризная. И вырастает, где и вздумается. А если ее сразу не полить, тут же сбегает. На солнце сохнет, от ветра вянет. Зато у нее такие вкусные ягоды, что с ними мы запросто выиграем в конкурсе. Как только увидите росток, лейте на него всю воду. А то сбежит, и ни в каких сапогах-скороходах его будет не догнать. Вот он попался! Геройский прыжок! Все во двор! Приготовить лейки! Как сквозь землю провалилась! Ну все, о конкурсе можно забыть. Ни за что. Росток просто ищет подходящее место, чтобы капризика стала выше и вкуснее. Разделимся и найдем его. Если росток вырастет среди цветов, капризика будет еще слаще. Если у реки сочнее, а если у яги, то она нам его не отдаст. Маринованные пеньки, тушеная крапива, все лучшее из книги лесных рецептов отборная жуть. На волшебной ярмарке будете главной сенсацией. О, не как капризика. Сейчас мы тебя... Если яга ее польет, капризика останется с ней навсегда. Молодец, Аленка. Ну и подумаешь, не нужна мне такая капризуля. Вообще-то из меня садовод так себе. У нас в царстве семи вершин. На вершинах только моха растет. Но мох совсем не капризничает. Не то, что это... Капризика! Да, Ливан, ботанику тебе придется подтянуть. Это же просто земляника. Ага! Ну, теперь-то точно поймаю. А это чертополох. Ну что ж, он храбро сражался. Тсс! Вот она, на холме. Жди здесь. И смотри, как действуют настоящие мастера... А! Садоводство. Василиса! Мы ее почти догнали, а из-за меня все пропало. Мы что-нибудь придумаем. Да что можно придумать? Воды-то не осталось. Ни капельки. Одна все-таки осталась. Семивершинскому мху, чтобы напиться, достаточно одной капли росы. Может, и с капризикой так получится. Это выше всех моих ожиданий. Ага. И всех деревьев. Капризика! Думаю, мы ее больше не увидим. О! О, ура! Теперь победа у нас в кармане. Смотрите, ей так жарко на солнце, что она сбрасывает с себя листья. Срочно нужен тенек. А на небе не облачко, только камни. Васка, здорово придумал! Смотрите, чудеса ускоренного созревания. Ловите их! Если ягода наткнется на камень, то лопнет. нам ее не остановить. Попробую управлять. Номер с мечами. Осторожно, камень! Черто полох! Ура! Ура! Отныне мы профессора ботаники! О! О! Все, больше ягод нет. Лопнули наши надежды. И солнца тоже нет. Оно садится. Значит, до завтра ничего уже не вырастет. Хм, из любой ягоды можно сделать... Не вешайте нос! Я знаю, как выиграть конкурс! Да, жизнь волшебника как капризная капризика. Никогда не знаешь, что она преподнесет и выкинет в следующую минуту. Хе-хе. Как говорится в нашей кощейской поговорке, в любой ситуации можно что-то придумать. Из кислой ягоды получится варенье. Или из лопнувшим. Хе-хе-хе. Пеньки маринованные, хрустящие. Салат из крапивы, нежный в каждой ложке. Хе-хе-хе. Решением высокого жюри самым вкусным фермерским продуктом объявляется варенье из капризики. Школа Дивногорья. Пёрышки оближешь. По второму разу облизываю. Я протестую. Вы не разбираетесь. Высокой листой кухни. Оно и правда очень вкусное. Попробуйте. Угу. Тогда вот, маринованные пеньки. Это вам, заморозила. От сердца отрываю. Хе-хе. 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 Привет! Мы Царевны. Подписывайся на наш канал. О Царевном ни минуты не сидится. И во всём играть и веселиться. Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашают Царевны. Наша Даша Ух ты! Что это за мелькающая птица? Это ворон исчезун. Загадка волшебной природы. Раньше он так близко не подлетал. Так что главное теперь не шуметь. Сдавайся, чудище! Тебе от героя не уйти! Вы не могли бы совершать свои подвиги подальше от моих наблюдений. От этого зависит судьба важнейшего исследования. Даша, давай с нами! Чур, я с вами. И мы. Ну вот. Из-за вас моё исследование улетело. Зато почта прилетела. Ой, Даша, а что там? Приглашение в особую школу для волшебников с выдающейся успеваемостью. Но ты ведь от нас не уедешь? Уеду. И никто больше не будет отвлекать меня от науки. Митла, явись, не запылись. Сама в избушке приберись. И это не работает. Какое же там было заклинание? Давненько я им не пользовалась. Ну, не грусти, милая. Есть у Кощея одна книга по домоводству. Там для любой уборки заклинания найдутся. Мы тебя ух, как приберём. А заодно узнаю, чего они там на уроках изучают. Только сначала надо как-то в школу попасть. Мм, чисто внешне-то я не совсем царевна. Но могу ей стать. Чудо варивало стоя, замени одни в другое. Я царевна, ты и га. Поменялись и пока. Ах! Ах! Что со мной? Это проделки еги. Меня ж теперь в школу не пустят. Даша, ты что, правда от нас уедешь? Уеду? Вот ещё, я что-то недавно. В смысле, и она долго? Добрый день, дорогие ученики. Тема сегодняшнего урока разворотное заклинание. Потребуются два добровольца. Косей Косеевич, можно мне развернуться? И мне. Отворот, поворот. Ну, кто может повторить? Отворот, поворот. Подруги так не поступают. Осторожнее, Даша. Хе-хе-хе-хе-хе. Смотрите, Его. Что это она задумала? Сейчас я с этой злодейкой разберусь. Отворот, поворот. Отличное усвоение материала. Видала, как я её? Отворот, поворот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Отворот, поворот. Отворот, поворот. Сегодня мы успешно отразили несколько попыток Еги проникнуть в нашу школу. Так что прошу вас, Арчи, постойте этой ночью в дозоре. Слушай, а тебя в этом тысячелетии прибирали? Есть предложение. Я тебя приберу, а ты мне кое в чём поможешь. Спасибо, избушечка. Мы в расчёте. В школу я пробралась. Теперь надо найти книгу антизаклинаний. Вот она. Так, не то, не то. А-а-а. Злые чары Кыш Долой возвращаю облик свой. Злые чары Кыш Долой возвращаю облик свой. Ура! Всё получилось! Мне бы пару заклинаний найти от загрязнения помещений. И чего тебе в лесу не сиделось? В лесу волшебству не учат! Что тут происходит? Это все еда! Она в меня превратилась! Я настоящая Даша. Я знаю, что сегодня на уроке была, а она нет. И что же там было? Отворотное заклинание. Превращаться в моих учениц это уже слишком. Придётся отправить тебя в такое место, откуда ты не сможешь мешать учебному процессу. На Луну! Хе-хе-хе. Сдавайся! Кто бы ты... ни был. А я-то думала, чего это Дашу как будто подменили? А ну, признавайтесь, кто тут из вас настоящая? Василиса! Держись! Держись! Не думала, что на Луне растут деревья. Даш, ты уж извини, что мы твоим исследованиям мешали. Но как ты узнала, что я настоящая? Только наша Даша бросится спасать подругу. Вы тоже на Луну прилетели? Это не Луна, это наш лес. Я просто Ягу припугнуть хотел. Кстати, насчёт Яги. Отворот-поворот. А на Луне-то и... Останусь пока здесь. Даша, это же твое приглашение в особую школу. Наша школа и есть самая особая. Ведь в ней лучшие друзья и самые хорошие учителя. Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Приглашают Царевны! Волшебные здания бывают самыми разными. Но в каждом обязательно есть какой-нибудь секрет. Это может быть портал в шкафу или, например, в трубе. А может быть и тайная комната. Так, сейчас я попробую это нарисовать. Баско пишет, что в их школе тоже была секретная комната. Ух ты! Подготовить доклад о волшебном здании. На этом урок окончен. А вы не забыли одно из главных правил нашей школы? Наведи порядок и будь свободен. Эта научная литература поможет нам с докладом. Тысяча и один лабиринт. Тайные комнаты и их обитатели. Что таит подвал. Давайте нашу школу исследуем. В ней обязательно должны быть какие-нибудь волшебные секреты. Как в школе мальчиков. У нас была тайная комната с Минотавром. С Минотавром? Ну да. Это наш директор. Он в ней домашку проверял. А помнишь чердак, где рок-группа «Призраков»? Репетировала. Призрак, призрак, улетай. Оу-е-е-е. Вот видите? Значит, и здесь должно быть полно тайн. Сделаем доклад про школу Девногорья. Кто со мной? Я. Секреты на то и секреты. Можно на них всё время потратить. И так ничего и не найти. А мы всё равно попробуем. Где будем искать? Где школы обычно прячут свои загадки? У нас комната Минотавра из библиотеки открывалась. Может, лучше в кафе? Заодно чаю попьём. Нужно искать в коридоре. Там всегда такой сквозняк, аж дрожь пробирает. Вдруг это из волшебной комнаты дует. Разобьёмся на пары и осмотрим сразу всё. Наша комната Минотавра открывалась, если потянуть за нужную книжку. А какая из них нужна? Ну, у нас она была на самой верхней полке. А? Вот. Всё нормально. Всё, всё в порядке. А-а-а! Ну вот. Похоже, здесь нет никакого портала. В сказках волшебные существа забираются в дома через камин. Может, и в нашей трубе какой-нибудь портал есть? И там может прятаться какое-нибудь опасное существо. Ой! Не бойся. Я тебя защищу. Да я и не боюсь. Это я от неожиданности. Эй, кто там ещё остался? Выходи. Портала нет. Всё чисто. Ага, чище некуда. Похоже, секретных комнат здесь нет. Пойдём лучше в классе поищем. Ой! Что это такое? Как нам отсюда выбраться? Сейчас, погоди. А-а-а! А-а-а! Не понимаю. Невидимых стен тут точно раньше не было. Давай попробуем её расколдовать. Преграда, рухни предо мной. Пусти меня скорее домой. Ну-ка я попробую. Капкан, ловушка западня. Скорее выпусти меня. Осторожней! Невидимая стена! Что это такое? Кто это все картины со стен поснимал? Да мы тут, понимаешь, секретный ход искали. Варя, Даша нас не видит. Зато картину видит. Ага, летающая картина! А ну, брысь! Готово. Даша, это мы, Варя и Соня. Мы застряли в коридоре и не можем выйти. Помоги. И тут беспорядок. Что же они все натворили? Да ладно, ты чего? Мы как раз собирались навести здесь порядок. Варя и Соня стали невидимыми. Но почему? Васка, нас она тоже не видит. Здесь должна быть книга, которая поможет мне во всем разобраться. Ой, кто это? Аленка? Васка? Я ищу историю школы Девногория. В ней обязательно должна быть подсказка, как вас расколдовать. Давайте искать вместе. Раздел волшебные особенности. Школа всеми силами помогает учебе. И все? И как это нам поможет? Аленка? Васка? Ты нас видишь! Ура! И мы больше не заперты в библиотеке. Вот что значит правило школы, о котором говорил профессор. Наведи порядок и будь свободен. Так мы и выяснили, что если кто-то оставил большой беспорядок, школа не выпустит его из комнаты и сделает невидимым, чтобы никто не отвлекал его от уборки. Это и есть секрет вашей, то есть нашей школы. Только я не пойму, почему с нами раньше такого не случалось? Ну, раньше вы все-таки за порядком следили, а сегодня в погоне за секретами немного перестарались. Но за доклад всем пятерки. Молодцы! Урок окончен. И, кстати, не забудьте собрать учебники. Какие смышленые ученики. Все схватывают на лету. Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Новенькие Ух ты! Настоящий геройский портрет! Смотри, у меня такой же щит, как и у тебя! Не сочтите за оскорбление, уважаемый рыцарь. Обычно я этот щит сам вызываю, а тут он без спроса появился. Сломался, что ли? Надеюсь, эти новенькие любят футбол. А я надеюсь, нет. Страшно даже подумать, что будет, если вы будете носиться втроем. Ну что ты, Даша? Мне они показались очень даже воспитаны. Да уж, воспитанные. У нас, между прочим, со щитами по коридорам не бегают. Да этот щит сам появился, я не виноват. Хм, ну и манеры. Я эту сон-траву месяц назад посадила. Когда она уже взойдет? Ты ей вырастательную песенку пела? Да. А радугой поливала? Нет. Ой! Тут нужно землей поколдовать. В нашей деревне, когда нужно было что-то вырастить, всегда меня звали. Ты точно знаешь, что делаешь? Волшебная трава – это тебе не картошку копать. Тут осторожно надо. Только не испортите там ничего. Аккуратней, пожалуйста. Ой! Эх ты! Я ее месяц выращивала. Помогите, пожалуйста, нам разобраться. Чего тут разбираться? Не надо было лезть, куда не просят. Стоять! Зачем ты это делаешь? Ну, это не я. Возможно. А как Ливан все объяснит? Я тоже не виноват. Герои не размахивают щитом без дела. А кто размахивает? Хулиганы? Я не хулиган, я герой. Будущий. Друзья мои, ну что? Не ругайтесь. Очевидно, что происходит что-то загадочное. У кого-нибудь есть предположение? Может, на мальчиках заклятие? Что ж, возможно. Попробуем его обнаружить. Наш Егорка никогда не ошибается. Заклятия нет. Значит, они это все специально. Да мы просто помочь хотели. Ага, помощники. Да правда. Да-да, правда. Мы-то знаем, что вы это нарочно. Девочки, ну вы опять ругаетесь. Разве так можно? Нельзя никого обвинять, пока мы во всем не разобрались. Мы к директору, а вы живите дружно. Нам лучше подождать снаружи. Мы слишком опасны для этой школы. Думаешь? Да, видишь? Ты так скоро всю школу разрушишь. Как настоящие герои, мы должны спасти школу от самих себя и стать бродячими волшебниками. Точно, скитаться в поисках подвигов. И ужина. И что? Вы говорите, их нигде нет? Мы с профессором обыскали всю школу, Кощей Кощеевич. Мы должны немедленно их найти. Девочки, вы остаетесь здесь. А мне кажется, просто мальчики на нас обиделись. Ой, да глупость. И чего им обижаться? Не знаю. Но что, если они из-за нас ушли? Давайте их поищем. Но нам же сказали оставаться здесь. А я думаю, мы должны их найти. Пошли. Варя, ну что? Я не нашла. И я не нашла. Девочки, а кто малины хочет? Соня, мы что, за малиной сюда пришли? Ой, смотрите, камушек висит. И еще один. Соня, догоняй. Здесь камни какие-то летают. Сюда, скорее! Я нашла их. Что вы тут делаете? Ничего. Эй, ты чего? С кем ты там разговариваешь? Тут девчонки прибежали. Давай руку. Героям помощь не нужна. Быстрее уходите. Здесь опасно. Вы слышали? Уходите быстрее. Мы никуда не уйдем. Извините нас. Мы были не правы. Давайте руку. Мы вас вытащим. Эй, Васка! Ладно, так и быть. Пусть вытаскивают. Спасибо. Это было очень геройски. Осторожно! О, смотрите! Мое волшебство снова работает! Это называется автоволшебство. Очень редкое явление. Такое происходит, если волшебник сильно расстраивается. И тогда его магические способности утрачивают свою настройку. Да, ведь они потеряли и школу, и друзей. Тот, кто хочешь, расстроится. Вот именно. А вы встретили их не очень-то гостеприимно. Кощей Кощевич, а это правда, что они в своей школе спали на деревьях? Да, совершенно верно. И мы попробуем их удивить. Вот. Чувствуйте себя, как дома. Обещаю отныне защищать Девногорье, как свой дом. А я, черт, сплю на верхней ветке. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Подписывайся на наш канал.